всем привет всем привет решил немного побаловаться так сказать и посмотреть что же все-таки случится если это произойдет ну что ж начнем меня зовут дмитрий яковлев я профессиональный фотограф сейчас вы видите мои работы у себя на мониторе на рабочем столе это всего лишь часть моих работ безусловно как вы видите слайд-шоу я зайду на вкладку коммерции и давайте посмотрим немножечко из того как я снимаю и что я снимаю господа я позиционирую себя как фэшн-фотограф и моя любимая съемка моя любимый мой любимый стиль съемки это fashion также я снимаю портреты это правда не совсем портрет хотя и его можно назвать портрет а вот я снимаю также портреты снимаю портреты как обычных людей так и знаменитостей в основном и знаменитости я снимал двух главных наших российских дизайнеров стилистов это слава зайцев и валентин юдашкин также исходя из актерского состава если посмотреть я фотографировал кстати замечу что эти работы довольно старые это примерно все-таки 12-13 год а вот возможно вот это в частности фотография 12 года это немножечко по старше по помоложе вернее где-то может быть пятнадцатый год я уже не помню и так из актерского состава мы переходим на вкладочку celebrities и появляются те лица проблема с интернетом почему-то и и появляются именно те лиц которых я фотографировал в частности из актеров это александр яцко естественно михаил богодасаров иван житков глафира тарханова буду открывать самые эффектные фотографии которые именно мне нравится этого человека скорее всего вы не знаете но этим человеком является владимир еремин и это великолепный голос вообще россии в том плане что он не является артистом как бы вы могли подумать потому что я затронул тему голоса вот этот человек актер озвучки насколько я понимаю именно так это должно называться и именно этот человек озвучивает множество рекламы множество фильмов современных и которым уже лет наверное двадцать в частности он очень часто озвучивает таких брутальных актеров как аль пачино бывает иногда роберта нира там некоторые такие моменты в общем посмотрите кому интересно именно владимир еремин актер озвучки николай лазарев потрясающий артист театра он в кино снимался не так много но как театральный актер он просто великолепен рекомендую сходить посмотреть естественно светлана иванова вы все знаете на моих работах она не особо похожа похожа она вот на этой фотографии скажу что работать с актерами не так просто как казалось бы потому что всегда хочется показать нечто собственное нечто свое нечто интересное для себя но в итоге получается не всегда так иногда актрисы видят какую-то картину по-своему и это накладывает особый отпечаток на совместную работу и вообще на конечные результат кстати хочу сказать сразу вот про этого человека алексей гуськов он ну сами знаете потрясающий актер просто великолепный но я его снимал несколько раз однако так у меня хорошие качественные фотографии с ним так и не получилось просто не смог я скажем так но если не особо лукавить то скажу так что это очень востребованный просто колоссально востребованный артист актер и всегда он приходил на съемку ко мне а у нас съемки были поздно вечером и приходила на съемки но я бы сказал в полном изнемождении то есть выжатый лимон если но вряд ли конечно он будет смотреть это видео но на самом деле обстоят дела именно так и к сожалению по стилистике я не смог с ним хорошо сработать хорошо сыграть но вот в любом случае вот съемка была знакомство есть отличный человек просто приятно и вообще не очень классно а значит анна легчилова сейчас она больше наверное действует как режиссер чем актер хотя скорее всего и снимается тоже дальше всем известный в молодых в молодом поколении это вот этот вот человек даже можно его не оговаривать ну и естественно многие другие люди которые которых я фотографировал которые не согласились на то чтобы размещал их фотографии у себя в портфолио про меня я вот скажу еще пару слов про себя и вот значит коммерцию уже посмотрели коммерческую вкладку я снимаю портреты для меня очень важно чтобы были эмоции чтобы была стилистика чтобы было качество обработки даже несмотря на качество фотографии качество вернее камеры прошу прощения чтобы фотография вызывала какую-то динамику и какие-то мысли чтобы была какая-то реакция обязательная и я лично считаю что фотография хорошая фотография именно та фотография которая вызывает определенные эмоции и желательно чтобы эти эмоции были не негативные и не резко отрицательные на мой взгляд это очень важно ну что перейдем немножечко тоже к портретной бьюти съемки это в основном я как бы делал эту съемку для визажистов то есть для тех людей которые занимаются стильным визажом которому интересны портфолийные работы для себя именно для вот них я делал и делаю и буду делать именно портретные фотографии но только именно для тех людей которые работают в сфере визажа майкапа и именно те которые имеют вкус потому что как и фотографы я подхожу плавно к теме как и фотографы так и визажисты не всегда являются вернее в большинстве случаев являются обычными людьми с красками и камерами то есть никакого отношения именно к фотографии или но так нельзя говорить потому что они уже с камерой значит они отношения имеют определенное но если говорить про профессиональных фотографов и профессиональных визажистов крайне редко можно сказать что это профессионал глядя на их работы не обязательно фотографические но и допустим смотришь в приличные встречи на модель и рассматриваешь и визаж не видишь что там профессионал а также видишь что не профессионал я нахожусь допустим в данный момент в крыму и здесь категорически мало специалистов в сфере фэшн фотографии в сфере фэшн индустрии есть именно люди которые себя позиционируют как фэшн стилист или фэшн фотограф или фэшн дизайнер но к сожалению не крым не россия не севастополь не какие-то близлежащие страны к нам по советского периода или советского периода то есть в этих странах нет достойных во всяком случае я не видел достойных фотографов в частности я буду говорить именно про фотографию сегодня потому как я фотограф профессиональный фотограф и качественный фотограф в том числе то есть я могу не только видеть стиль фотографиях но и могу комментировать уже со своей точки зрения работы других фотографов смотреть их рост то есть смотреть чувства их стиля видеть и оценивать их работы не на уровне новичка или потребителя а на уровне профессионального фотографа профессионала своего дела еще следующий нюанс что очень много распространено как модельных школ но в частности будем говорить сегодня все таки больше про фотографию фотошкол которые на самом деле по большому счету совершенно не нужны то есть есть люди которые хотят куда-то вложить деньги которым лень сидеть дома которые хотят вот именно чем-то заняться да и в частности вот у них такой бзик появился им хочется начать фотографировать я правильно если произнес вот и они покупают себе камеру дешевую допустим какого-то среднего или дешевого уровня низкого уровня и с этого момента они начинают ходить в эти фотошколы по окончании этих фотошкол они считают себя уже профессиональными фотографами ну что лукавить я после наверно года или после двух лет уже съемок своих после двух лет как купил первую камеру я уже снимал в качестве профессионального фотографа то есть вот это допустим фотография была сделана через два года после того как я купил камеру но я могу сказать что это профессиональная фотография хотя сейчас я бы сделал ее уже немножечко по-другому хотя она действительно стильная вкусно она была сделана canon 5d mark 2 и на 50 миллиметров объектив здесь есть photoshop присутствует но он не заметен и в этом очень важный плюс меня как фотографа то есть и любого фотографа который занимается сам постобработка и очень важно чтобы фотография не имела визуальных каких-то погрешностей от обработки в фотошопе то есть это крайне важно вот еще одна фотография довольно ну скажем так наверно здесь большинство фотографий которые находятся на этой страничке были сделаны в период 12 13 годов вот эта фотография была сделана вообще в десятом году была наталья дипкова визажист профессиональный в севастополе я ее считаю действительно профессионалом своего дела высшего класса очень качественный специалист и кому удастся с ней сотрудничать ребята это действительно профессионал своего дела и и я всем сердцем рекомендую с ним работать с натальей а вот кроме того что человек обладает вкусом но и не распыляется на различные сомнительные мероприятия вот эта фотография была сделана с помощью этого визажиста которую я только что упомянул и эта фотография была сделана не в студии это уличная фотография при выходе из подъезда если посмотреть здесь глаза зрачки да посмотрите они кошачьи как бы но на самом деле это выход из подъезда и если присмотреться то видно что там именно в центре стою я в центре глаза в полный рост итак снимок был сделан на 50 миллиметров 1 и 8 насколько я помню это был десятый год все таки как-никак 8 лет назад эта фотография допустим с багдасаровым с актером она была сделана в пятнадцатом году не так давно 15 или 16 год мы с ним в очень хороших отношениях и действительно великолепный актер прекрасный комик к сожалению у нас россии не создает качественного кинема качественных кинематографических лент именно комедийного характера то есть при союзе это было сейчас к сожалению нет ничего подобного я не знаю когда это будет вот но этот актер он действительно великолепный он однозначно бы играл великолепные роли и очень был бы востребованным смешным и доставлял бы огромное удовольствие публике кроме тех фотографий которые попали в архив итальянского вога их у меня 37 до 14 года все эти фотографии попали кроме сейчас я покажу каких вот эта фотография была сделана в 2017 году сейчас я вижу что она сделана некачественно сейчас я уже приобрел новую новую информацию по более качественной обработке фотографий и но все равно если приглядеться вот на мой взгляд она сейчас когда ее только открыл эта фотография смотрелась грязной то есть она как бы казалась грязной на тот момент когда ее делал она казалась довольно нежной но если смотреть на эту фотографию хотя бы половину минуты 30 секунд 40 секунд то вы входите в то состояние которое я пытался передать пожалуйста остановитесь на этой фотографии посмотрите на нее секунд 30-40 и вы должны почувствовать нежность вы должны почувствовать какую-то какую-то мелодию мелодийность я не могу подобрать тех слов но в любом случае каждый наверное почувствует что-то свое а кто-то ничего и не почувствует эта фотография также была сделана в семнадцатом году в конце семнадцатого года нежная фотография была сделана в обычном интерьере с рваным диваном ну что поделаешь искусство требует жертв так какие же здесь у нас еще фотографии были сделаны позже четырнадцатого года больше никаких к сожалению где-то здесь была еще одна фотография почему-то ее здесь нет девочка попросила меня модель попросила я не выставлять и наверное я поэтому ее и не выставил именно здесь но сейчас давайте будем смотреть дальше то есть также я снимаю не у обнаженные тела женские предпочтительно а вот и вы знаете для меня самое главное самое важное кроме того чтобы фотография содержала какую-то эмоцию какую-то динамику очень важно чтобы фотографии были разными то есть фотограф тем более профессиональный фотограф он должен быть разноплановым он должен создавать разные работы видеть красоту в разных каких-то картинах не зацикливаться на чем-то конкретном пускайте фотографии будут какие-то вызывающие а какие-то просто красивые но каждый фотограф в душе должен быть художником и в любом случае каждая фотография должна какие-то эмоции вызывать у человека и на самом деле конечно не совсем важно именно какие но я предпочитаю чтобы мои работы вызывали не критический негатив и в основном так и происходит ну вот немножечко именно то что касается фотографий они закончились а подождите вот еще архитектура но опять же чувствуется должен чувствоваться стиль как по мне яркость красочность вкусная фотография единственное что мне не очень нравится вот здесь в этом месте кто согласится со мной я с ним тоже соглашусь в этом плане что действительно это не совсем хочу заметить что в нашей стране вряд ли можно создать подобные архитектурные какие-то фотографии именно стильные вкусные и интересные потому что в принципе у нас такой архитектуры нет и эти фотографии они похожи на какие-то элементарные картинки у нас в принципе в стране не к стилю не к вкусу особо не было никаких претензий пожеланий всегда важно было только то чтобы что-то было главное что это есть и неважно это красиво или вкусно или ну вы сами собственно говоря знаете а теперь после того как вы посмотрели кто я что я делаю какие работы я делаю конечно часть из вас скажет глядя на это видео что в этих фотографиях нет ничего интересного и так далее вот и есть и будут такие люди которые будут говорить что да действительно это интересно это стильно вкусно вот и я попрошу и тех и других людей которые думают и так или иначе все равно остаться и досмотреть ролик до конца потому что основа именно в этой в этом ролике это не мои работы мои работы я показал только чтобы показать свой уровень вот просто показать и покритиковать непосредственно извините сейчас хочу проверить работает или не работает до работает я просто не помню сколько по времени он будет работать без остановки вот такая заморочка в общем хочу на своем опыте найти fashion фотографов других которые позиции они позиционируют себя как fashion фотографы и соответственно посмотреть покритиковать эти фотографии уже со своего статуса прошу прощения ну что давайте сразу увидим кто это такой фотограф анна мишлен фотограф господине фотография фамилия сразу я не думаю что это ее реальная фамилия хотя где она на москве находится да не думаю что ее что ее фамилия но фамилия сделана специально такая чтобы была яркая яркая эмоция давайте посмотрим именно если мы будем говорить вот про эту фотографию так конечно фотография отстойная и я было уже обрадовался теперь смотрю просто когда только открыл уже вижу что здесь обрадоваться не надо дело в том что вот эта фотография она конечно отвратительно сделано очень очень плохо как вы видите да и обработка и постановка плечи перри шарп кожа то есть все сделано некрасиво рука вот в этом месте сделано очень некрасиво если мы переходим сюда но фотография хороших в том плане что фотография интересная однако опять же кожа опять же вот эти складки меня лично беспокоит качество качество текстового наполнения фотографии тоже меня беспокоит как бы нам закрыть здесь это вот то есть это мини мне не нравится но в целом фотография выглядит хорошо то есть можно ее считать fashion фотографии однако конечно чтобы быть fashion фотографом нужно делать много работ и каждая из этих работ должна быть индивидуально и стильно безусловно обработку также нужно делать качественно для того чтобы называть себя именно fashion фотографом по этой фотографии ничего нельзя сказать потому что это не профессиональная фотография и она совершенно не интересная здесь довольно качестве качественная постановка довольно качественная интересная картинка но по качеству конечно она желает лучшего что у нас здесь также ну то есть чувствуется что у девочки есть вкус однозначно видно что попытки делать обработку качественной есть старания есть но опять же на то что я вам говорил раньше если вы увидите где-то в европе или америке фотографии которые с явным photoshop без явного желания показать этот photoshop вот ну я к тому что вы их просто там не увидите потому что все делается качественно и никто не позволяет себе именно такой обработки хотя в некоторых фотографиях эта обработка довольно качественно подходит то есть она интересна ну что можно сказать по этой фотографии здесь дефект дефекты в районе очень как раз контрастный переход везде то есть контрастный переход от этой кожи к волосам глазам губам то есть слишком сильные переходы но и когда это делают фотографы они забывают про очень важную вещь как мимические морщины пытаются сделать идеальное лицо но она на самом деле никогда не должно быть таким кроме того те люди которые фотографируют должны понимать что руку в таком положении никогда нельзя держать потому что эта рука смотрится очень грубо и скажем так как как будто кирпич как будто куриная лапа хотя это положение руки она довольно интересная к сожалению здесь кисти нет и не но такое ощущение что вот еще тень так падает не очень удобно ну вы понимаете да в целом интересно правда хотелось бы чтобы девочка была более худенькая однако если она не худенькая то можно было фотошопом элементарно сделать так чтобы девочка была худенькая но этого сделать сделано не было я считаю что на три с половиной эта фотография подойдет однако я хочу заметить что чем выше уровень фотографа профессионала тем у него выше требования не в том плане что выше требования вот я так заявил что я там фотограф самого там 80 уровней поэтому у меня требования такие же 80 уровня нет дело в том что изначально видение потребителя она гораздо ниже чем у видение профессионала профессионального художника потому что профессиональный художник профессиональный фотограф он давным-давно прошел уже те азы и те элементарные вещи которые до сих пор нравятся обычным потребителем и это нужно всегда понимать так давайте перейдем на сайт и посмотрим а мы мы же перешли прошу прощения ну что насколько я вижу это девочка фотограф делает довольно разнообразные фотографии однако до хорошие здесь работы единственное я не совсем уверен что это она но в любом случае посмотрите работа отличная здесь единственное что это все-таки фотограф фэшн фотограф от слова продавать продавать именно одежду то есть не присутствует здесь именно стиль здесь как бы он есть но это обычные каталожные фотографии то есть фотографии именно для каталога также есть фотографии которые не для каталога опять же вот здесь вот с девочкой можно было гораздо лучше работать гораздо интересней но в целом что хочу сказать что это первый фотограф которому я действительно начал присматриваться так внимательно до этого я сколько не смотрел я не находил фотографов но я думаю я просто недавно начал буквально поэтому я думаю что найдем что-то не хватает стиля здесь и постановка не совсем удачная не совсем удачная потому что сомнительные персонажи в сомнительной одежде естественно сомнительные бутинке девочка также модель тоже сомнительные у нее поза и в целом если создается композиция подобного уровня какая-то схематика то необходимо учитывать не только одежду не только акцентировать внимание на саму девочку да то есть нужно обязательно прорабатывать стилистику самой фотографии в плане композиции в плане динамики в плане истории то есть если есть какая-то история то нужно ее создавать обязательно нужно создавать историю которая хочет что-то рассказать а не то что шушукаются какие-то ребята закрытые почему-то полностью от этой девушки но никогда бы такого не было на самом деле и действительно хороший фотограф профессиональный фотограф он бы такую фотографию бы не выложил не сделал бы ее в плане постановки если цель и идея была именно фотографировать одежду вот эту то действительно одежда была хорошая но ее можно было сделать гораздо качественней на мой взгляд гораздо качественные по поводу обработки этой фотографии также она очень сомнительна девочка красивая модель но сама фотография ни о чем то есть эмоции объясню свою позицию эмоции здесь интересные но во первых очень много некачественных эмоций во первых во вторых сомнительная поза и и данной позе предположим предположительно что голова должна быть закинута тогда это было бы более явно более реально она в данном случае не скажу кто-то скажет про вены кто-то скажет про обрезанные руки ноги кто-то скажет про вот этот угол которого здесь многовато и многовато этого кресла то есть с точки зрения именно композиционных каких-то моментов спорно да в москве хочу до заметить что все таки в москве конечно по архитектуре я вначале в начале ролика сказал говорил именно про свои фотографии архитектурные и сказал что в севасток господи что в москве допустим или во всей россии невозможно сделать качественная архитектурного снимка потому что у нас нет такой архитектуры соглашусь что в москве конечно такая архитектура есть и и достаточно но опять же это ближе к центра центральным местам ну и каким-то интересным новостройкам когда я жил в москве и периодически сейчас бываю в москве по работе соответственно я это вижу и меня действительно это радует поэтому фотографу я могу сказать что этот фотограф в принципе достоин внимания однозначно и интересная фотография но плохой а плохая обработка фотографии очень плохая обработка ну и постановка что-то с ней не то я скажу что девочка идеально подходит для съемок каталогов и это очень хорошо у нее получается также посмотрите какие портреты замечательные замечательный портрет ничего здесь лишнего абсолютно нет все сделано прекрасно к чему здесь можно придраться еще ну зачем придираться если не хочется я думаю что анна мишлен достойно заказов достойно клиентов действительно интересно единственное вот я не знаю действительно ли это ее работы или нет и как бы каким бы образом это нам проверить к сожалению я не знаю как это правильно сейчас скопировать там или как-то вынести сюда ну-ка давайте посмотрим да вот мы вынесли что мы можем сделать мы можем попробовать найти это изображение в яндексе и посмотреть откуда же эта фотография и анна мишлен анна мишлен да это вроде это все она именно а пальто джейн давайте посмотрим российские дизайнеры вот ее фотография ну да это ее фотографии это уже очень хорошо и принципе рекомендация моя если она конечно кому-то нужна то она есть именно для этой молодого фотографа анны мишлен которая на мой взгляд достойно вполне работать именно в каталожной сфере однако называться именно в fashion фотографом в плане стилистики если ориентироваться на и на и не лейбовиц грубо говоря да но чтобы вы понимали о чем я говорю но вряд ли вряд ли еще далеко так предметная вот у нее есть fashion давайте посмотрим здесь может быть я слишком нет все верно мы уже только что это все посмотрели и конечно слабоватенько именно по fashion сфере это очень слабо можно посмотреть еще про нее так ну в общем тут кому будет интересно сами зайдете тогда и посмотрите давайте посмотрим дальше кто же еще есть у нас из фотографов так fashion фотограф москва инстаграм надеюсь это не я а то сейчас будет сама реклама давайте посмотрим дальше так сразу переходим на сайт и смотрим что у нас здесь есть сразу видно некачественный некачественная обработка то есть опять же смотрите это больше каталожная тема и под fashion именно фотографию как вы понимаете все равно я разделяю именно fashion фотографию не наверное так всего лишь на две позиции хотя хотя fashion конечно сейчас это можно назвать абсолютно любую работу любую фотографию можно назвать fashion съемкой то есть будучи это просто какие-то портреты это ужасный по ужасная вот это вот съемка ужасная не знаю а дело в том что обращайте внимание на руки обязательно помните я вам говорил именно про это выглядит просто ужасно если это действительно фотография ушла в лифисель то я им сочувствую но хотя опять же я подтверждаю ну под повторюсь что фотографии подобного плана именно в странах бывшего снг они к сожалению у нас абсолютно далеки от именно той которые реально сейчас развиты в европе которые интересные в европе и америке здесь неплохие работы они довольно интересные они они своеобразные но исходить из если исходить именно из стилистики fashion ну спорные хотя интересное я должен сказать вот это по моему интересное да интересно вполне интересно сделано по американскому стилю однако что хочу заметить обработка кожи некачественная то есть она слишком зализанная люди которые не обладают чтобы не обидеть сейчас секунду еще раз повторюсь что перед тем как скажу еще раз повторюсь что качество современной фотографии оно оно от оно отходит именно от от умения обрабатывать в том числе и качество обработки вернее и сама обработка фотошопа фотошопе или лайтруме совершенно не должно не должны быть видны на выходе то есть как глядя на саму фотографию вы не должны видеть фотошоп если вы видите фотошоп это не профессионал это человек который просто этого не видит а если видит значит он не соответствует именно профессионализму данной сферы кроме того хочу заметить что есть фотографы есть фотографы ретушеры которые изначально создают просто какие-то фотографии а после этого уже обрабатывают причем создать фотографии можно одним нажатием да а потом ее полностью переделать уже извините да хорошо а потом полностью ее переделать уже фотошопе и большинстве своем случае насколько я замечал большинство фотографов портят фотографии именно своим фотошопом просто своим вкусом именно в фотошопе что хочу сказать первая фотография конечно была сделана прекрасно все последующие посредственные ну собственно говоря именно поэтому эта фотография была и сделана выставлена именно на первом плане потому что она действительно вкусная и если бы не перри шарп лица в смысле не перри фотошоп лица если бы не было вот такого вот четко фотошопленного лица было бы идеально на данный момент к сожалению нет ну естественно это у нас не фэшн это какие-то просто фотографии но давайте еще посмотрим какого-то последнего вот здесь вот у нас фэшн фотограф в москве фэшн фотограф лучшие фотографы давайте посмотрим возможно что-то здесь мы и найдем фэшн фотографы хотите найти то есть что я хочу сказать реально качественных фэшн фотографов нет их просто нет именно есть люди которые снимают фэшн да так как фэшн это у нас мода это одежда не от слова фэшн это модные фотографы а именно фэшн фотограф это тот фотограф который снимает одежду который снимает моду который фотографирует моду и мода вполне подразумевает быть и в том числе и обнаженной сто процентов и и это очень круто когда на своем примере немножечко покажу и это очень круто когда где у нас здесь где где прошу прощения когда это вызывает когда это вкусно когда это вызывает определенный стиль я не скажу что я в ню съемки там супер не супер я не знаю но в любом случае это может быть красиво и если бы здесь были не русские бутылки и не острые советские ножи то возможно а какой-то другой интернет интерьер возможно здесь это было бы вполне интересная и качественная fashion съемка вот но вот это то что я вижу ну это до и после по моему до восстановление старых фотографий в общем реставрация да в общем я не знаю если кому-то интересна эта тема вообще относительно именно fashion фотографии кто-то действительно знает fashion фотографов хороших достойных fashion фотографов в комментариях пожалуйста напишите о них потому что действительно и мне интересно и вот эта фотография интересная и сложно находить действительно хороших фотографов а иногда они нужны почему-то у меня складывается мнение что это ну хотя вот именно про эту фотографию я думаю что это не она потому что снимал другой человек они этот фотограф потому что кстати очень многие фотографы в свою портфолио для привлечения большего внимания вкладывают чужие фотографии абсолютно фотографии так 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 нет но эти фотографии вот единственная очень хорошая фотография вот это она просто действительно интересная она примерно напоминает мне фотографии fashion стиля 80-х годов там в америке то есть очень любили снимать именно в таком в такой стилистике это действительно здорово и круто вот если посмотреть так 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 топ так так если посмотреть тоже это у нас снимал дина гетман в двенадцатом году а в двенадцатом году и давайте просто тогда посмотрим кто же здесь у нас исполнитель ю до кто такой ю до дина вот примеры дины ну да согласен тогда возможно это ее работа и дина герман а вот еще какая-то его а вот джейн м не на тоже дина но не знаю тут довольно много сложности так но самое основное что я хочу заметить что самих фотографов много называют себя действительно fashion фотографами реально подтвердить это не могут ничем свидание нажимаю потому что это фотографии примеры каких-то работ и нужно их оценить но вижу что это интересные работы и да это фотографии известных в частности вот это или вот это фотографии известных фотографов зарубежных никак не российских еще давайте посмотрим чтобы чтобы наверняка быть не голословным ну как вы видите да это в любом случае не российские фотографы фотографировали просто здесь находятся эти фотографии если их сравнивать непосредственно уже с какими-то другими фотографиями здесь то вот то что мы здесь видим это все детский сад и называть их fashion съемкой нельзя поэтому друзья мои комменты и интересна эта тема давайте попробуем в комментариях написать мнение во первых об этом посте то есть этом ролике интересно эта тема или нет потому что все таки именно качественной fashion съемки нет у нас если вы посмотрите даже ну вот любые фотографии их можно брать и закрывать это абсолютно неинтересно просто неинтересно это обычные фотографии которые могут сделать любые там любой человек вот fashion фотография должна отличаться именно стилем к сожалению стиля здесь нет и я его не вижу как вы видите фотографии чужие вставлены из интернета для того чтобы просто привлечь внимание клиентов ну что хочу сказать спасибо всем как вы видите ну сразу просто видно где качественная фотография где не качественная фотография и качественная фотография ее невозможно сделать в россии просто потому что здесь это неинтересно никому не принято не развито а я как-то хотел бы все таки изменить это положение и возможно собрать тех людей которые которым интересна эта тематика которые хотели бы развиваться в этой сфере качественно не просто сдирать бабло а именно которые кайфуют именно от стиля которые кайфуют от создания каких-то стильных моментов и которые хотели бы именно в этом и развиваться потому что акцент именно в чем заложен кстати вот еще интересная тема с которой можно сейчас поработать акцент к тому что все люди бывшего снг до бывших союзных республик они все равно смотрят на запад они всегда смотрят на запад они перенимают всю культуру именно оттуда но всячески как-то они вот какие-то они не знаю двуполые или двулиц двуличные там или двулицей то есть с одной стороны они смотрят туда на запад и всячески перенимают эту информацию с другой стороны они говорят нет нет нам это не нужно нам это не интересно и когда смотрят фотографии допустим для того чтобы выбрать фотографов все равно выбирают каких-то фотографов которые именно занимаются съемкой цветочков там фотографиями около деревьев около машин там но вот что то такое давайте еще пару минут посмотрим на некачественные фотографии кирилла проворотова свадьба свадьба в москве но это не фэшн фотография конечно давайте то что сразу бросается в глаза именно под фэшн стилистику фэшн да фэшн фотограф в москве вот в поисковике я написал давайте посмотрим что у нас здесь может быть и сразу вот то что я вижу это не подходит к фэшн фотографии тут просто все полное ничего полное ничего и в том плане что это очень очень и очень средний уровень на которые способны и абсолютно все фотографы которые просто люди которые взяли камеры они могут делать точно так же но фэшн фотограф это не просто человек который называет себя фэшн фотографом или вернее так хороший профессиональный фэшн фотограф это человек который действительно делает качественный контент это человек который действительно делает действительно стильные съемки с качественной обработкой который невозможно придраться все что я смотрю сейчас это все сделано на троечку если кто-то из вас готов вот что-то в этом есть вот вот в этом кадре но он когда дело в том что маленькие кадры они всегда более стильно смотрятся вот кстати интересно да что это то есть смотрите одежда классная стилистика классная но если бы снимал какой-то американец то это был бы шедевр ну может быть модель здесь не вышла лицом я прошу прощения но нужно подбирать модель нужно подбирать очень хороший кстати платье очень хорошие наряды очень класс качественно подобрана студия по стилистике но модель абсолютно не подходит здесь модель совершенно но не интересная она не яркая она не бросается хотя опять же говорю что это мое мнение кому интересно мнение мое прислушивайтесь кому нет оставайтесь конечно при своем любом случае я не смогу вас переубедить однако если вы хотите поднять свой уровень вы можете прислушаться к моему мнению либо к мнению профессионала который выше меня кстати вот это вот моя фотография если выбирать из всех вот этих вот которые здесь вот это самое но это просто стильная все остальное то какие-то позывающие фотографии к клику ну что еще вот моя фотография но она довольно старенькая это по моему тоже двенадцатый тринадцатый год что еще что еще ну честно мне ничего не бросается в глаза моя фотография которая она тоже в общем друзья мои прошу кому интересна эта тематика кто хочет поспорить со мной по этому вопросу кто не согласен кто согласен пожалуйста оставляйте в комментариях непосредственно свое мнение отправляйте ссылки на фотографов которых вы хотели бы показать чтобы мы поговорили о них чтобы я высказал собственное мнение этих фотографах либо визажистах либо стилистах это действительно интересно и интересно и для меня свое мнение высказать и интересно и тем людям которые занимаются этим делом я имею ввиду сами те же стилисты дизайнеры возможно им не хватает мнения и я задаю лишь тему я показываю свое желание рассмотреть чьи-то работы но ваши комментарии также могут помочь тем же самым дизайнерам и фотографам и визажистам учесть какие-то свои нюансы в своих работах и сделать их лучше друзья если вам интересно было это видео если ролик действительно был интересен оставьте лайк палец вверх извините что так долго будем пробовать уменьшать видео в следующий раз хотя возможно и не нужно пишите что вам было интересно что не было интересно в общем друзья до новых встреч всем спасибо кто посмотрел до конца ну и пока до новых встреч давайте друзья пока